Всем привет, вы на канале CryptoCommons и сегодня мы поговорим о биткоине, о бифириуме, о их новых ценовых рекордах и о возможном сценарии развития событий. Сразу хочу напомнить, если вам нравится такой криптоконтент, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, в телеграм-чат и во всё остальное. Ну погнали! Смотрите, какие у меня мысли. Я писал это недавно в чат, но кто может пропустил, решил в видео об этом повторить. Ну, во-первых, вот мы писали в телеграме ещё в октябре, что мы находимся вот здесь сейчас, да, то есть глобально мы на зарождении нового пузыря, где весь предыдущий пузырь, по идее, должен стать просто вот такой вот прямой линией, флетом. Да, кто в это не верит, ну как бы есть модель Stock to Flow, есть всякая другая тема. Ну в двух словах, что тут можно сказать, что те, кто думают, что вот это у нас сейчас двойная вершина, да, при том, что биток уже гораздо выше 20 тысяч ушёл. И мы сейчас пойдём снова вниз, как типа было вот здесь, вот в этом предыдущем медвежьем цикле. Что типа вот институционалы скупали внизу, и всё, сейчас они наверху разгрузятся, и комиков поимеют. Ну, те, кто так думают, они ничего не понимают в рыночных циклах, потому что каждый такой цикл по экспоненте улетает гораздо выше предыдущего. С чем это связано, да? Ну у меня есть отдельное видео на канале, как работает рынок, как на нём заработать. Сейчас появится у вас сверху, посмотрите его. Но в двух словах это связано с тем, что никто не верит в рост, все продают, все шортят, и на них, как на топливе, собственно, рост и происходит. Потом тупые люди, тупые деньги, как правило, начинают верить в рост уже вот здесь, в конце непосредственно следующего пузыря. Ну как, в локальном конце, на самом деле. Потому что, смотрите, если бы даже купили здесь сейчас, или вот здесь, тем более, биток, да, по 20 тысяч или по 1000, или даже вот здесь по 31 доллар, вы бы всё равно были в хорошем плюсе, в долгую. То есть, ещё раз, что значит слово long переводится как долго и short – коротко. То есть, long – это в долгую, да, тренд – это наш друг, и тренд у битка всегда восходящий. Short, соответственно, в короткую, мы можем иногда заработать на том, что рынок корректируется. Рынок по-любому скорректируется, но сейчас на это делать ставку тупо, потому что, смотрите, ну, во-первых, у нас капитализация рынка приближается к отметке в триллион долларов. Такого ещё не было, и это будет знаменательное событие, когда мы перевалим, Total Market Cap перевалит за триллион долларов, и с каждого утюга начнут трубить про то, что криптовалюта – это лучшие инвестиции, хедж, будущее денег и так далее. Ну, то же, о чём мы с вами и так прекрасно знали. Фома только начинается, и поисковые запросы Google, Яндекса и всего остального, как купить биткоин там, домохозяйства начнут впрыгивать уже на новых хаях. Короче говоря, смотрите, что примечательно, у нас общая капитализация уже переписывает all-time high, при том, что капитализация всего рынка, кроме биткоина, то есть капитализация альткоинов, она ещё находится достаточно далеко от предыдущего исторического максимума. Вот у нас был максимум 545 миллиардов долларов в конце 2017 года, в начале 2018, а сейчас всего 309 миллиардов в альткоинах. То есть потенциально, когда начнётся альтсезон, и вот мы видим по графику доминации, это что, по идее, когда доминация начнёт падать, альтсезон, альты начнут очень сильно расти, и эту капитализацию всего рынка могут и до 2 триллионов, и до 3 раскачать. Но это сейчас пока просто такие влажные фантазии. А по существу, по делу, смотрите, вот что я вам хотел показать. Ну вот у нас график логарифмической регрессии биткоина, да, где вот в этих моментах, как я уже сказал, это вообще были пики, где, по идее, надо было разгружаться и продавать. Но также, если бы вы купили даже на этих пиках в предыдущих циклах, вы бы всё равно сейчас были в плюсе, да. Это потому что любое дно медвежьего рынка, как вот здесь было или вот здесь, оно всегда выше, минимум, вдвое предыдущего пика, да. То есть, посмотрите, вот у нас было дно последнее на 3200, на 3900, а предыдущий пик был 1200. Также и здесь дно было 163, 198 предыдущего медвежьего рынка, в то время как предыдущий пик был 31 доллар. Так что, исторически мы с вами видим, что лучше всегда аккумулировать позицию, именно инвестиционную, такую долгосрочную, вот внизу этого канала, когда у нас честная цена, скажем так, максимально перепроданная. Жёлтая линия в середине канала, это у нас получается честная цена, где мы сейчас. И когда мы вырываемся за жёлтую, уже приближаемся к красной, вот это та цена, где, по идее, следующий пик может случиться, где нам нужно продавать, потому что там, как правило, мы долго не задерживаемся и сразу оттуда отскакиваем. Это всё ещё прекрасно сходится с индикатором BMBands, который предсказывает коридор цены, движение цены по модели Stock-to-Flow, соотношение запаса к потоку. Посмотрите, как он идеально сходится с тем, что я здесь нарисовал. Вот эти пики, они, как правило, чуть-чуть выходят за этот индикатор, как вы здесь можете видеть, и после этого сразу начинается смена тренда. И вот мы видим, что этот коридор, но в целом за него мы никогда далеко не уходили, то есть мы всё время в нём болтаемся. И вот, что нам этот коридор предсказывает сейчас. То есть мы точно идём к нашей цели приблизительно в 150 тысяч долларов, консервативно, по этому каналу. Но теперь самое интересное. Если мы применим этот индикатор BMBands не на логарифмический график, а на обычный, и мы видим, что бум, вот оно что на самом деле. То есть на обычном графике все эти вроде как рациональные движения цены, они на самом деле нифига не рациональные. Посмотрите, они вот такие вот. То есть смотрите, у нас не видно всего того, что было до этого. Весь предыдущий был ран. Вот. И собственно почему я и говорю-то вам такую тему, и говорил, и продолжаю говорить, что мы на самом деле находимся вот здесь. Вот. Мы на самом деле с вами сейчас находимся вот здесь, по аналогии с предыдущим циклом. То есть мы только что переписали All-Time High, ушли чуть выше. И вроде как все такие, ну всё, всё, двойная вершина, дабл топ. О, посмотрите, там же то же самое было. Тоже был такой коридор, который предсказывал это движение, но никто не верил. Вот. Видите, всё то же самое было. Мы переписали исторический максимум, ушли ещё выше. Вот. Мы сейчас вот здесь с вами. На самом деле. Не точно я нарисовал. Вот здесь мы сейчас с вами. И вот тут такие все, ну всё, типа, шорт. Или там я выхожу из рынка, я забираю прибыль. Буду ждать просадки. Дальше была просадка, конечно. Посмотрите, вот она была. Сколько? Две недельные свечки. Бам! Минус 30%. Но дальше просто пууууу, улетели в космос. Сейчас посмотрите, что происходит у нас. Опять же, мы переписали all-time high. Вот мы сейчас здесь с вами. Да, безусловно, мы находимся в нереально перекупленной ситуации сейчас. По-любому мы все ждём откатной коррекции куда-то к средним мувингам, да, к нашей AMA Ribbon, допустим, сетки средних скользящих, которая сейчас в районе 19-20 тысяч на недельном тайфрейме. Вполне мы можем туда сходить. Но в целом мы говорим о продолжении массивного движения внутри этого коридора, который у нас есть с вами, наверх куда-то туда. И теперь давайте поговорим про эфир, потому что здесь я нашёл кое-что очень интересное для вас. Ну, эфир, во-первых, у нас попёр конкретно по нашему сценарию, то есть это не шутка. Смотрите, вот это то, что я здесь рисовал. Все, наверное, думали, что это шутка. Но это не шутка. Посмотрите, какие плотные свечи. Эфир уже почти переписывает all-time high. И если мы посмотрим на этом индикаторе BIM, то он тоже нам даёт такие же горизонты шикарные, как сток-то-флоу биткоину. Да, несмотря на то, что у эфира нету сейчас ни халвингов, ни такого, ну, модель сток-то-флоу не должна так чётко работать, как с биткоином. Тем не менее, редкий актив, спрос на него есть, печатный станок FRS. В общем, все хотят больше эфира, и вот он растёт. Поэтому смотрите, что я нашёл здесь для вас. Я сделал такой же логарифмический канал для эфира. Но поскольку эфир у нас имеет на один цикл меньше биткоина, поскольку он появился позже, да, у эфира по сути было, ну, два было мажорных цикла, вот таких. И сейчас он приближается к третьему. Ну, если тут вкратце, то по коридору вот нам ещё колбасить и колбасить до 5, а то и до 12 тысяч долларов, как вы можете видеть из этого коридора. Вот они все цены. То есть сейчас мы находимся достаточно на честной цене, всё ещё в 1200. И вот они наши 5,5, 10 тысяч. То есть тут ещё есть куда расти-то. Несмотря на то, что вот отсюда всё это кажется безумием, да. Вот когда мы смотрим на обычный график, вот видите, что я нарисовал. Здесь вообще прямая линия. Ни хрена не видно. Но на самом деле, я ещё раз повторюсь, лучше смотреть логарифмические графики в плане долгосрочного движения, потому что это всё будет казаться, что уже всё-всё надо шортить. Ну, короче говоря, не надо шортить. И смотрите, какая ситуация. Не, я не говорю, что вообще не надо шортить. Дисклеймер как бы. Если вы хотите пошортить, вообще не вопрос. Как бы вопрос горизонтов. Если вы торгуете интродэй, 5-минутки, то вы можете спокойно шортить. И вот на бирже Femix, кстати говоря, сейчас очень удобно это делать. Вы здесь можете даже держа лонг позиции, открыть саб-аккаунт второй, на котором держать часть средств, чтобы шортить, хеджироваться. Допустим, у вас может быть лонг в небольшом плече открыт, вот как у меня сейчас. Это я вчера ещё чуть-чуть поторговал, почти доразгрузился, оставил просто чуть-чуть болтаться. И вот видите, даже в профите. Но при этом фандинг сейчас идёт не в мою сторону, то есть это я забирал профиты. Поэтому посмотрите обязательно обзор на эту биржу. Я делал, сейчас появится у вас сверху. Тут очень много монет, очень удобный интерфейс, классное мобильное приложение. Короче говоря, отличная альтернатива и Binance, и Bybit в одном флаконе. Я уж не говорю про Bitmix. И Poloniex, потому что здесь есть и Spot Trading с нулевыми комиссиями, и Contract Trading, то есть фьючерсы с плечом, и золото, и всё что угодно. Короче, биржа офигенская. И вы здесь можете и лонговать, и шортить одновременно, как используя sub-аккаунты, так и используя функцию Breakit Orders, про которую я тоже делал обзор. Обязательно посмотрите. Сейчас он появится у вас сверху. Так что вот, здесь и только Dot есть, и Uniswap, и всё, чем вы хотите торговать, и Litecoin, всё здесь есть. Ссылку на эту замечательную биржу вы найдёте в описании и под видео. Так что зацените. Давайте посмотрим одновременно на график биткоина к доллару и на график эфира. Вот. Я вижу очень похожую ситуацию. Да, если что, я это хотел ещё вчера сделать, до того, как сегодня Карл об этом с утра сказал. И обратите внимание, какое интересное сходство. Вот у нас здесь был пик предыдущего бычьего рынка в районе 1200 долларов. И здесь у нас был пик предыдущего бычьего рынка в районе 1400 долларов. Ну, по сути, район один. Дальше биткоин отваливался на дно медвежьего рынка в районе 150 долларов, и потом 198. Эфир же упал жёстче и серьёзнее, до 82 долларов и до 87. Эфир, кстати говоря, ходит в принципе как биток в плече полтора икс где-то. То есть более волатильно, поэтому мы и видим здесь выше пик и ниже дно. Но, тем не менее, посмотрите, какое сходство. Дальше что мы делаем? Мы разворачиваемся через долгую консолидацию, долгий флет. Да. У нас уже сетка AMA Ribbon служит здесь поддержкой, мы видим. Зелёные плотные недельные свечи хайка наши. И что мы делаем? Мы идём переписывать all-time high. Посмотрите, что дальше было здесь с биткоином. Биткоин просто взорвался. И всё, что было здесь, это стала прямая линия, и нам стало этого не видно. И биткоин улетел на 20 тысяч долларов. Давайте пофантазируем, что эфир делает то же самое сейчас. А почему нет? Даже если не на 20, то на 5, на 7, на 10 тысяч долларов. И вот это у нас идеально сходится с этим каналом. Посмотрите. Я ничего не берусь утверждать. И, конечно же, будут, обязательно будут массивные коррекции. 30-40% на которых, по идее, нам надо заходить, а не продавать сейчас, чтобы вытрясти всех хомяков с рынка, тех, кто не умеет ждать. Но в целом, вот я о чём и говорю. Вот примерно такая структура нас ждёт. Может быть, более затяжная. Может быть, как на графике это рисовать, то более вот такое что-то. Но, тем не менее, почему нет? Эфир по 5-6 тысяч долларов мы вполне можем увидеть. Так что, не знаю. Бесплечь, инвестпозиция, на переписывание all-time high очень хорошо входить, на самом деле, и не ждать никаких откатов. Как мы видели только что по битку, да? Биток у нас уже в следующем таком цикле. Вот, переписывают all-time high. Все ждали отката хотя бы на 15 или на 20 или на 10 там тысяч, а в итоге уже сейчас по 33 скупают. Понятно, что в какой-то момент, я ещё раз говорю, мы сходим чуть вниз, может быть, чуть позже, после 50 тысяч, может быть, уже сейчас. И надо быть готовым в этот момент купить, не побояться. Потому что, в целом, мы летим на Луну, как вы уже поняли. Ну и что ещё мы сегодня можем глянуть? Я думаю, это стеллар. Король вечера, конечно же, это стеллар. Стеллар, у всех называется XLM, у меня он здесь называется STR, потому что на полонексе старый тикер это STR. Давайте посмотрим стеллар к USDT. Он уже, ну, кстати, немножко откатывается. Но в целом, всё тоже по моему сценарию идёт. Как я говорил, здесь накопление, мы отбились от сетки и фигачим наверх. В целом, выглядит очень хорошо. И фишка в том, что стеллар сейчас дороже рипла. Чуваки, такого не было очень много времени. Обычно стеллар стоил в 4 раза дешевле рипла. Да, то есть, если стеллар 0.3, то, по идее, сейчас рипл может на доллар с чем-то выстрелить. Либо, ну, может, конечно, и дальше продолжаться эта дивергенция. Но в целом, если играть в средний срок, то я думаю, сейчас не глупо поменять часть своего стеллара на рипл обратно, если он у вас есть. Стеллар, я имею в виду. Потому что в какой-то момент, я думаю, они сравняются как минимум, или даже стеллар снова станет дешевле рипла. Причём пофигу в этот момент, упадёт ли стеллар к доллару или вырастет рипл, потому что вы торгуете в этом случае стеллар к риплу как бы. Но стеллар к риплу не будем сейчас смотреть. Я уже вам показывал эфир к дашу в прошлом выпуске. Эфир к дашу, точнее, даш к эфиру, я считаю, вообще просто подарок. Потому что даш из всех этих монет лежит просто на самом днище сейчас. Ниже всех трендовых, ниже всего вообще. Но стеллар к битку, я вам скажу так, вот сейчас он откатился на 842 сатоши. Я просто исторически знаю, что выше 1000 сатоши, именно к битку, у стеллара нет сопротивления. Посмотрите, как он стрелял раньше исторически. Как только мы пробивали 1000 сатоши, мы улетали сразу на 5000 сатоши, или на 6000 сатоши, или на 4000, вот. То есть в теории, в теории, стеллар сейчас может ещё 5 иксов дать. Так что, если вы всё ещё хотите в среднесрок его взять, то не думайте, что вы пропустили ракету. Потому что ракета ещё даже не начиналась толком. Но и по риплу тоже, я думаю, что есть больший потенциал. Ну, как я уже и говорил, по дашу есть отличный потенциал. Вот он у нас по бимбенс тоже, посмотрите, где тусуется. Просто у нижней границы канала. По дашу просто 10, 20 иксовый потенциал. Ребята, всё то же самое. Не видитесь на левые вбросы и новости. Также, ребят, хочу напомнить, что ссылки на наши телеграммы тоже в описании. Не забудьте подписаться. Все рабочие и замечательные биржи, такие как Bybit, Dudex, Poloniex и Binance. На Binance вообще у нас новая акция. Если у вас уже есть аккаунт на Binance, зарегайте новый вот по этой ссылке в записании, потому что по нему будут отдельные конкурсы, аирдропы, скидки, кэшбэки, плюшки и так далее. Я сам зарегал новый аккаунт на Binance по этой ссылке. И на нём сейчас вот немножечко приторговываю Дашиком. Вот у меня тут автопилот буквально настроен. Если упадёт, купить. А когда отрастёт, продать. Потихонечку на фьючах торгуют Дашик. Но по Дашу, конечно, ничего не меняется. Глобальный прогноз это X10 и вообще X100 на самом деле. Потому что там есть ещё куда лететь и лететь. Но в этом видео мы не про Даш говорим больше. Да, и кто ещё спрашивал по поводу вывести и купить за ФИАТ с банковских карт на территории СНГ? Россия, Украина, Казахстан и т.д. В описании ссылка на FastChange. Лучший обменник. Пользуюсь им постоянно уже на протяжении 5 лет. Обязательно тоже зарегайтесь. Посмотрите. Вывод на любую карту любых банков вообще без верификации. Очень удобный обменник. Куча альткоинов. Можно выводить эфиром, реплом, стелларом, карданом, доджкоином. Чем хочешь, короче. А лайткоином, дашем. Даже бинанскоином беру. Так что вот. Классный обменник. Ну, а мы, я думаю, на этот раз, наверное, с вами прощаемся. И тисишку также. Я всё, как в прошлом выпуске говорил. Эфир классик неплохо стреляет. Как и лайткоин. Я тоже их держу. Держу по ним лонг. Вот. По дашу немножко разгружаюсь. Но в целом догружаюсь наоборот. Потому что даш только начал. Начал идти куда мне надо. Цели там гораздо выше. Ну вот про биток эфир я сказал. Вы поняли, да? Что у эфира есть весь потенциал сейчас. Чтобы просто херануть очень высоко. Я абсолютно так считаю. И от своих слов не отказываюсь. Но просто нужно уметь ждать. Вот. Эфиром. Кто хочет поторговать. Это вам на байбит. Держите эфир. Получайте профит в эфире. Все ссылки в описании. Вы всё сами знаете. Красавчики. Я вас благословляю на профит. Всех с Рождеством ортодоксальным. С вами был Фла-Ла-Ла. И не забудьте подписаться на каналы, которые у нас здесь предлагаются внизу. Вот этот второй канал CryptoCommons. Это бэкап канал. Если вдруг что-то случится с этим первым. Он типа английский. Но сейчас там не ведётся английский контент. Короче, если что, я туда сразу начну выкладывать новые видосы. Чтобы быть на связи, обязательно подпишитесь на него тоже. И поставьте колокольчик и все дела. А также канал TheMoonRu. Наша коллаборация с Карлом, где каждый день я делаю переводы на его видосы. Но я надеюсь, что вы и так все подписаны. И у нас будет лайвстрим. Вот-вот. Я думаю, что даже завтра я буду с вами лайвстримить. Но вот на этом канале. Не на CryptoCommons, а на TheMoonRu. Так что обязательно поставьте колокольчик и убедитесь, что вы подписаны. Ну и мой музыкальный канал, кому интересно, мой музыкальный проект, который появился ещё до Crypto. I think so. Вот здесь новые клипчики. Ну как новые? 5 лет назад снимали, когда биток 200 баксов стоил ещё. И эфир 10. В общем, да, подписывайтесь, смотрите. Там дофига тоже контента, если вам всё это нравится. Почаще отвлекайтесь от трейдинга, потому что это такая шляпа на самом деле, да и трейдинг. Лучше пару стопудовых сделок в квартал, там 5-10 сделок в год, и вы будете в хорошем профите, чем вы будете каждый день трейдить и сливать весь профит. И в лучшем случае без убыток уходить. Вот такие у меня мысли. Не забудьте про биржу Femex, про всё, что я вам сказал. Но не финансовый совет, дисклеймер. Давайте своей головой будем думать. Потому что, да, рынок – это дело такое. Но вообще всё выглядит невероятно по быче. Ещё раз, капитализация переписывает триллион. Вот, мы практически на триллионе уже с вами, ребята. Биток 36 тысяч, эфир 1200. И да, аж всего-то, блин, меньше сотни баксов, чуваки. Просто подарок. Не финансовый совет. Всё, всем профита обнял. С вами был Флалалай. Это канал Крипто Комнат. Спасибо, что подписались. До встречи. Бай.